сегодня мы научимся вязать вот такой красивый узор спицами это не резинка он не эластичный и почти не тянется с изнаночной стороны вот так он выглядит а это лицевая сторона узор невероятно красивый но довольно сложный в исполнении хотя вы точно с ним справитесь набираем количество петель кратное 6 плюс дополнительно 3 петли в первом ряду кромочную петлю снимаем и затем провязываем 2 лицевые петли 1 и 2 после этого вяжем 4 изнаночные петли и после каждой петли делаем накид 1 изнаночная накид 2 изнаночная петля накид и 4 изнаночная петля накид придерживаем его пальцем правой руки и дальше повторяем тот же самый раппорт 2 лицевые петли и 4 изнаночные после каждой изнаночной делая накид я покажу еще раз вот 2 лицевые петли после этого 4 изнаночные петли и после каждой делаем накид 1 с накидом 2 накид 3 накид 4 накид и так вяжем до конца дальше 2 лицевые петли и 4 изнаночные после каждой не забываем про накид в конце ряда провязываем лицевые петли переворачиваем на другую сторону и продолжаем вязание кромочная петля снимается без провязывания затем идет изнаночная петля по узору теперь накид мы его снимаем а лицевую петлю переносим на правую спицу без провязывания следующий накид тоже снимаем лицевую переносим без провязывания опять снимаем накид лицевую переносим и еще один раз поступаем так же и вот на правой спице образовалось 4 длинные лицевые петли левую спицу вдеваем в первые две петли вот таким образом и последние две петли протягиваем внутрь вот я протянула после этого большим пальцем левой руки придерживаем две первые петли и переносим назад снятые петли на левую спицу провязываем все эти 4 петли по очереди лицевыми петлями раз два три четыре после этого идет 2 изнаночные петли 1 2 и дальше узор повторяется я повторю еще раз накида снимаем лицевые петли переносим на правую спицу всего 4 лицевые петли должно быть перенесено на право без провязывания затем вдеваем левую спицу в первые две перенесенные лицевые петли и внутрь них продевает последние две придерживаем большим пальцем левой руки петли и переносим эти петли назад чтобы они у нас не спутались и после этого вяжем 4 лицевые петли по порядку дальше узор повторяется 2 изнаночные петли и затем перекрещивание 4 лицевых петель я довязала ряд до конца переворачиваем на другую сторону и дальше повторяем вязание первых двух рядов но я покажу еще раз кромочная снимается 2 петли лицевые 1 2 затем вяжем изнаночную петлю и после нее накид и повторяем так четыре раза еще одна изнаночная накид потом еще одна изнаночная накид еще одна изнаночная накид и затем повторяем снова 2 лицевые и потом 4 изнаночные петли с накидами я провязала третий ряд в раппорте этого узора всего два ряда и запомнить его совсем не сложно и узор этот получается с такими маленькими косичками очень красивые но это все таки не резинка он не очень хорошо тянется все равно можно использовать его и для шапочек и для других вещей практически универсальный узор нажмите на колокольчик и вам будет мгновенно приходить уведомление как только появятся новости дорогие друзья хочу вас очень поблагодарить за теплые отзывы о моих уроках за то что подписываетесь ставите лайки и остаетесь со мной до новых встреч